Внимание на экране! Это была 10-ти тысячная шайба в истории нашего клуба, 1915! Поздравляем всех любимцев, которые я встретил, что я не знаю, что я не знаю! А мы не встретили, что мы видим, что я не знаю! Пас вперед! Попов замешкался на синей линии, контратака может получиться у Металлурга, бросок в дальний угол! Получилось не точно! И вот хороший момент и великолепный сейф Кузнецова! Вместе со второй молодежной сборной провел турнир четырех наций, россияне там выиграли всего лишь один матч! Вновь летний период были сделаны! Закончилось у нас удаление Алексея Калюжного и заканчивается оно в тот момент, когда очень опасный момент был! Ждем новостей из Новокузнецка в том смысле, что скоро в составе этой команды может появиться и Криса! Проходит среднюю зону, дальше пас вперед! Может быть не очень удобный пас, неудобно было принимать... Остановление его мастерства и характера тоже произошло! 1-1! Вот он гол! То, о чем мы говорили! Если моменты появляются, то однажды они все-таки реализуются! Я ждал Китсон свою команду! Нужно идти вперед, но не забывать о воротах! У Солиота попадает в 25-й номер, это Мерезкин! Да, Александр Мерезкин забрасывает эту шайбу в Кузнечан! Ну и вот появляется возможность начать атаку! Хорошо раскатились! Набрал скорость, если не ошибаюсь, Когорлицкий! Прошел в зону и это гол! 2-1 победа Магнитогорского Металлурга! Нет, Новокузнецкого Металлурга, конечно! Прошу прощения! Это удивительное дело! 60 минут играли, не могли никак забить, умудрились забросить только по одной шайбе! А вот в овертайме сказалось везение, наверное, все-таки везение! На эту передачу почти безадресного борта! Вот она, абсолютно безадресная передача! Шайбок попадает в дужку в ворот там и отскакивает на пятачок! Обратите внимание, Когорлицкий! 25-й номер, это Мерезкин! Мерезкин становится вторым дублем! Да, ну и, пожалуй, становится лучшим игроком сегодняшней встречи!